Привет, друзья. Я уже домой на обед. Ветерок какой-то не будет. Я сегодня одна, наверное. Поэтому сейчас заеду в Литл, куплю себе салатик и хватит с меня. Облачно вчера, ночью облачно было. Сегодня такие облака. Влажность ужасная, туристов тут дофига. Сейчас у меня Чарли может подойти вот эти пакеты обоссать. А это еда. Кто-то оставил. Вот. По телеку вы, наверное, уже знаете, что у нас эти террористы дурацкие задрали уже. Не понимаю этих людей. Вообще, если их можно назвать так людьми, что они хотят, убивая всех невинных людей, которые вообще не имеют никакого отношения к разборкам. В общем, бред какой-то. Типа телевизору вообще что не включи. Везде это все. Я особо не слушаю, чтобы, знаете, меньше думаешь об этом. Оно есть, но я стараюсь как бы не углубляться, думать позитивно, потому что если бы вообще ни от чего мы не застрахованы, везде нас могут подстеревать опасность. Но эти нелюди, что они творят, вообще непонятно, как они идут на это. Так как, я не понимаю, это надо же не только себя убить, это еще невинных людей убить. В общем, это у меня в голове не укладывается, поэтому я не хочу об этом думать. Но так как средства массовой информации неустанно об этом говорят, то приходится задумываться. То есть, блин, вообще, когда это далеко, как бы, тебя вроде не касается. А когда, блин, не так же рядом со мной, но все равно ужас, короче. Но не будем о плохом все-таки. Будем надеяться, ведь так оно и есть, что хорошего намного больше. Даже посмотрите на это море. Какое оно замечательное. Даже этот туман, облака, все хорошо. Все красиво. Жалко людей, которые... Чарли, он даже тараканчика понюхал и отпустил. Да, Чарли? Он же тоже имеет право жить. Пошла я домой кушать. Этот уже на стрюме. Вот у меня какой обед. Вы сейчас отъедете. Сало. Чесночком. Сейчас потише сделаю. Блин, телевизор. Пульт не работает нифига. Невозможно включить телевизор, потому что там говорят только о террористах. Стол у меня лежит, чтобы Чарли не залазил. О, сейчас пойду я включу интернет, потому что я это вот днем и ночью 24 часа в сутки показывают Барселону. В общем, миди надо доедать. Я попробовала, но мне еще хорошие в холодильнике сало. Салат, не знаю, открою, не открою. А еще у меня там кукуруза варится. Что-то меня на кукурузу потянуло. А знаете, как здесь кукурузу едят? Может быть, вы тоже так едите? Я не знаю. Здесь отваривают кукурузу. Ну, обычно, как мы отвариваем. Потом берут маргарин или масло сливочное. И вот так, как на бутерброд, намазывают на початок и едят. Но это кто не худеет, естественно. Потому что масло с кукурузой, это вообще бипец. Ну, смотрите, идиллия. Ну, как ему не дашь кусочек сала? Ну, как ему не дашь кусочек сала? Блин, не знаю, по телю хочу смотреть. Но это какой-то пипец. С этими террористами вообще. Ладно, буду есть. Сейчас что-нибудь какое-нибудь другое включу. Теру на работе. Только сейчас брови покрасила. А то что-то они меня так выгорели. На солнце быстро прям. Две недели. Вот. Ой, вчера вообще так классно погуляли. Ну, самый прикол, я вам, ну, так, немножко рассказала, чё почём. Конечно, лучше было бы ходить с кем-то, с девчонками моими. Но так как их половина нету, даже больше половины их нету. А я и одна мне нормально. Ну, не одна, с мужем, естественно. Бедный только, знаете, вот Эля Рибату, он по Испании знаменит. Мне он нравится. Но он для такого поколения, уже для старшего. Ну, я вообще... Мне вообще нравится, знаете, кто мне нравится здесь? Рафаэль, которому я не знаю уже сколько лет. Но мне нравится, как он поёт. Вот они так поют, знаете, как от души прям. Вот он пел вот вчера Эля Рибату. Все песни, он с улыбкой на губах, вообще вот прям так, знаете, душевненько от души. Вот. И песни такие все весёлые, жизненные. Мне он нравится. Я уже второй раз на него ходила. И пойду третий, четвёртый, пятый, десятый. В общем, он мне очень нравится. Вот. Ну, он бедный. Это такой позорщик какой-то. Я не знаю, что такое у них там произошло. Три раза выключали свет. То есть он поёт, вышел, он, значит, приготовил такой выход. Ну, сначала, естественно, как во всех вот концертах, там сначала поют группы такие, знаете, ну, начинающие. Кстати, мальчик хорошо пел. Он отсюда с Соловриньем. Вот. Нормально всё пели, всё зашибись. Значит, включили первую песню. Выходит он, поёт, наверное, полпесни, бац, свет вырубили. Блин. По минут пять-десять всё это ремонтировали, ремонтировали. И так три раза за весь концерт. То есть концерт начался где-то полдвенадцатого, закончился полвторого. Пел он отсюда, там, блин, даже часа не было. Ну, пел он, конечно, классно. Все вот эти песни я знала. Суперски. Вот. Мне очень понравилось. И на ферри тоже классно. Съела я там. Вообще на ферри едят, ну, как это, знаете, традиция такая. Нужно идти есть крошку-картошку. Вот это со всякой начинкой. Запечённый картофель. И потом вафлю вот эту вот, бельгийская, что ли, вафля такая. Со всякими тоже начинками, там, с мороженым, с шоколадом. Со всеми делами. Естественно, кататься на всяких этих каруселях. Вот. И что там ещё-то едят? Основное такое вот. Ну, тут прям вот надо есть там и всё. Я не знаю, что. Наверное, всё. Ну, это всё очень жирное на ночь. Это не для меня. Муж купил себе эти чипсы картофельные. Делают прям там, из настоящего картофеля. Они очень вкусные. Я у него три чипсины съела. Очень вкусные. Прям при тебе из настоящей картошки. Вот так вот их делают. Солью посыпают и продают. Вкусно очень. Ну, вот сделали мы там, прогулялись немножко. Вот у нас каждый час бьют. Время шесть. Вот. Так что я ещё работаю. Да? Хотела сегодня после... Всё. После работы съездить на пляж, оставить Чарли дома. Но у нас как-то пасмурно стало. Я никуда не поехала. Вот. И вообще, я знаете, вчера из-за того, что мы приехали в два, пока я смонтировала, пока туда-сюда, в три, наверное, уснула. То есть я сегодня в обед поела и завалила, и прям уснула. И вот до полпятого я спала... До полпятого нет. До четырёх. Два часа. Но опять я спала одним глазом. Одним глазом спала, другим не спала. Брови сейчас, наверное, незаметны. Но они сейчас проявятся. Будут темнее. Потому что вчера вечером мне пришлось их подрисовывать. А подрисовывать брови я не люблю. Знаете, почему? Потому что сейчас очень жарко. Вот вчера женщины... Я вот не понимаю женщин. Таких вот, знаете, макияж они делают. И рисуют стрелки вот тут под глазами. Во-первых, под глазами, мне кажется, стрелки вот эти жирные, чёрные, они уменьшают глаз. Я не знаю, почему все женщины в возрасте, но лет 40-50 вот эти вот стрелки рисуют под глазами. Я вообще этого не понимаю, чёрные, жирные. Во-вторых, они... Знаете, где у них были стрелки? Вот тут. То есть они вот так все потекли от пота. Вот так вот, вот тут вот. Вот такие прям следы вот так вот. Вот так некрасиво. Ужас. Ох! Нафиг красится жара. Или есть... Да вообще эти стрелки внизу по всему от вот этого глаза вот до сих пор, от этого уголка до этого уголка вообще не надо красить. Никто не красит стрелки эти нижние. Они уже это прошлый век вообще. Забыть об этом. Вообще не надо. И вот они вот, я смотрю на них вот эти... Пока свет вырубили, но свет там на сцене вырубили, а тут-то был везде свет. Вот я на этих женщин рассматриваю. Ветерок классный. Ай, кайфую. Ветер такой-то классный. Прохладный. Знаете, морской такой. Ладно, покайфовала. И вот с этими стрелками, с мякияжем. Волосы, непонятно что на голове. Боже мой. И шел такой вот, знаете, туман. Прям вот этот вот... Мокрые. Все стояли мокрые. От жары. Он смеется этот, ну, певец говорит. У вас... Ну, он сам тоже с Андалусея в Севии, по-моему. Говорит... Говорит, сегодня 86 градусов. Ну, он так смешно. Так все по жизни. Ну, вообще много. Я была вся на эмоциях. Мне очень понравилось. Там я... Вот, классно. На следующий год надо обязательно повторить. Интересно, на следующий год кто приедет. Там много всяких артистов приезжали. Но вот эти молодые, и, как говорится, они мне не нравятся. Вот, еще знаете, куда хочу съездить? Хочу съездить в Мадрид. На Рей Леон. Пароль Лев. Говорят, это вообще суперспектакль, суперпредставление. Может, кто был там, расскажите. У меня вот одна клиентка была. Говорит, это что-то супер. Надо, кстати, посмотреть в Мадриде билеты. Не сгонять. Что тут, на машине 4-5 часов. Бешеные собаки, 7 верст, не путь. Хорошая идея. Сейчас по-типах прохладней станет. И надо заняться этим вопросом. Потому что вот он уже идет, я не знаю, сколько лет. Года 4, наверное. Вот, этот спектакль. И все его очень хвалят. Такая тишина на улице. Дальше этих нет. Туристов. Пщинького нет. Ран еще, наверное. Ногти у меня опять все облезают. Весь маникюр, блин. От этой воды. Голову крашу, когда. Ну, мою людям. Все слазит. Прям зла не хватает. Ничего не держится. Ни шлаки, ни гель, ни фига, ничего. Один день и все. Зато на ногах месяцами. Ну, на ногах что? Ногами не работаем. Вот такие вот. Вот все. Я еще, блин, весь целый день про этот теракт. Вот все заходят. И все ахают, охают, что нигде мы, нигде невозможно спрятаться. Людей я вообще это не понимаю. Да нелюди. Как можно убивать, а? Вообще, человек же, он как запрограммирован. Вот когда мы запрограммированы на не самоуничтожение. Мы не можем, ну как, это против нас самоуничтожение. То есть мы в какой бы ситуации, наверное, не были, мы всегда пытаемся выжить. Да, правильно? Вот как бы мы тонем, но мы пытаемся выжить. Мы горим, мы пытаемся выжить. То есть какая-то болезнь, наше тело пытается выжить, пытается. А тут индивидуум идет на то, что он себя убивает. Это вот, это вот ведь, знаете, наверное, вот я думаю, это же детей, да, вот так воспитывают их, да. То есть, то есть это как люди уже, они же готовились вот, то есть к этому теракту, к вчерашнему, за 10 лет или сколько там, за 20 лет до этого теракта, правильно? Потому что голову промыть за год невозможно, мне кажется. Ну вот меня настрой, вот иди, ты должна пойти, там, да, убить себя и несколько десятков человек. Я так не смогу. Я даже мне, если повесят что-то, я в последний же момент, ну, как-то не смогу. То есть с этим нужно жить, я так думаю, правильно? С этим нужно жить, как бы, ну, как вот детей учат в школе, да, там, читать, писать. И вот этих, наверное, детей, их тоже учат убивать. То есть к этому теракту готовились уже лет 10, 15, а то и 20 лет. То есть есть уже люди, которые готовят детей вот в данный момент, чтобы убить людей, других, через 10-20 лет. Вы меня поняли? Я себя поняла. То есть это ужасно, то есть это, и вот, и как с этим бороться? И вот я считаю, что это уже Третья мировая война. Я не знаю, потому что, ну, да. Да, потому что, смотрите, самое интересное, как бы мы проигрываем. Потому, почему? Потому что убивают невинных людей. Сколько убили в Италии, сколько убили во Франции, сколько убили вот вчера в Барселоне, убили. Так еще и второй же теракт был, не помню где. Вот сколько уже убили людей, да? Как бы невидимый враг, да? Самое интересное, знаете, что я в интернете читала? Что, ну, вот этим террористам, как типа беженцы они были, им предоставляли жилье, им предоставляли деньги. Это вообще пипец. То есть тебя убили за твои же деньги. Обалдеть вообще. А с другой стороны... Вот, а потом говорят, да, вот к нации так относятся. Блин, ну, ведь не пошли... Ну, это же не русские убили, да, допустим, вчера. Не русские. Это не итальянцы убили. Это вот никто... Правильно. Если бы убивали бы русских, то и бы и к русским такое отношение было. Фиг его знает. Ради... Хотя бы ради своей нации, ради своей репутации страны, ради... Типа религия, говорят. Какая религия-то? Ни в какой религии не написано убивать. Ужас. Написано наоборот, не убей. Пипец. Вот так и поехали отдыхать. Хотя я, с другой стороны, знаете, что думаю, что это твоя судьба. Если твоя судьба, то... Вот у меня вчера прикол, вот не знаю почему, пришла на эту ферию. Во-первых, у меня телефон вырубился. И я забыла напрочь, забыла. У меня такой легкий пин-код, но он у меня вылетел из головы. Я весь вечер ходила, вспоминала. А там как же, три раза нажмешь неправильно, и все. Но он заблокируется, телефон. Поэтому я ходила, вспоминала. Я нифига не вспомнила. На камере садилась батарейка. То есть, чтобы мне ее не зарядить, а я ее не зарядила. Вот знаете, я думаю, что... Если бы у меня телефон работал, ну я так думаю, да, то я бы начала снимать. А может быть, если бы я снимала, он бы у меня упал и расшибся, да. А так как у меня батарейки нет, то я его и не доставала. То он у меня и целый. Ну вот я так думаю. Ну потому что невероятно, что сразу и телефон, и камера были в непригодном состоянии. Так самое интересное, я полезла у моего мужа, он немножко похуже, телефон тоже мой старый. Камера там не очень. Я полезла поменять карточки, сим-карточки, ну чтобы снимать на его сим-карту, а телефон мой. И что вы думаете? У него сим-карта большая, а у меня маленькая. То есть, это вообще судьба. Это вот так надо, чтобы так должно было быть. Потому что, если бы было поиначе, у меня либо сперли телефон, либо он разбился. Я так думаю. Потому что, чтобы их не делать, все к лучшему. Ну вот я так думаю. Потому что, если какая-то случилась маленькая плохая вещь, то это хорошо, потому что, если бы не случилась эта маленькая, случилась бы намного большая. Ну то есть, я не знаю. Много же случаев было, когда какой-то человек не успел на самолет, а самолет разбился. Судьба? Судьба. А что еще? Конечно же, судьба. Просто в данный момент этому человеку еще не было предназначено умирать. Я так считаю. Потому что, конечно, многое зависит от нас. Но и не от нас тоже. Я считаю, что мы все созданы Богом. Никаких нет мартышек, ни от чего. Потому что, типа, говорят от мартышек. А что сейчас мартышки не становятся людьми? То есть, они там, да, вот так, типа, наука говорит, что мы от обезьяны туда-сюда. А что сейчас сегодняшние обезьяны не становятся людьми? Прогресс не стоит на месте. Наука не стоит на месте. Но еще ни из одного животного человека не получилось. Правильно? То есть, раньше жили обезьяны, жили. Потом раз, они превратились. Через несколько веков они превратились в людей. А сейчас почему эти гориллы не превращаются в людей? Где объяснение? Нет. А еще, откуда они появились, эти обезьяны? Кто их создал? Кто создал мир? Это же кем-то создано. Так что, вот так, все мы подходим под Богом. А еще самое интересное. Ну, короче, я все темы собрала в одну. Просто очень интересно мне вот поразмышлять, пофилософствовать. Говорят, вот многие, да. Я в Бога не верю. Но, когда лежат в больнице, когда кто-то из родственников очень близких, в плохом состоянии, к кому обращаются, к Богу всегда. Вот, у меня тут тоже одна девчонка была. Там что-то она, мы с ней спорили, спорили. Да Бога, да не существует, его нету. Потом что-то у ней там, она заболела. Что-то у ней там какие-то начали анализы делать. Она, ой, вот, я говорю, что ты, она в церковь ходила. Бога, да что это ты? Да вот, болею туда-сюда. Так ты же не веришь. Да вот, говорит, поверишь. Ага. То есть, когда плохо, значит, она поверила. А хорошо это не от Бога, да? Надо и когда хорошо, и когда плохо. Да, ну, не людей этих, я не знаю, как земля носит. Я не знаю, может быть, все там так должно быть. Но, блин, я думаю, что обезьяны, я не знаю, не убивала бы свою обезьяну. Но эти, блин, черти, как их земля носит. Этих террористов гребаных. Чтобы им не ладно. И детей, вот так вот детей спасать, да? Вот оттуда, вот, где они там. Террористы-то откуда летят, едут. С детьми, да? У них дети уже убивают. У них уже все дети с ружьями. Для них это нормально. Убивать. Ужас. Я тут таракан это не могу убить. У меня уже паника таракана убить. У меня вон сегодня Чарли то их понюхал, понюхал и все. И прошел мимо. Ужас. Ладно, что-то я заболталась. Пойду машинку у меня постиралась. Пойду машинку я повешу. Так что вот такие вот темы. Для размышления. Брови, наверное, совсем черные стали. Ой, спать охота. Хотя и поспала. Приехала вот на такой рынок. В Салабрине. Я в этом году ни разу не ходила. Вот решила приехать. Тут такая очередь из машин. Суббота все на пляж едут. В общем, едем вот на такой. Что-то мало я его смотрю. Что-то совсем мало тут этих. А то, говорю, лето пройдет. И я не съезжу на рынок. В общем, так сейчас посмотрим, что там и как там. Мы уже почти доехали. Чарли у меня там с Аней остался. На Мане привезли. Вот они там пускай играются. А я попутлякаюсь. Вот такой вот у нас рынок. Чуть не пойму, что камера чисто. Тряпочки. Ну, в принципе, как на всех рынках. Шлюпки. По три евро. Что-то народу мало, кстати. Вот часы вам по два рубля не надо. По два еврика. Ой, сумки там красивые. Вот по сумкам я больная. А вот еще мне нужен такой кулончик медвежонок. Видела как-то один раз. Недорогие были. А вот тоже медвежата. Не медвежата. Пойду сумки посмотрю. Всякие разные. Они дорогие, блин. По 20 евро. Подделка. Вот эта джинсовая неплохая. Ой, вот это тоже классно. Да, классно. Хотя у меня такая есть наподобие. Смотрю, вот смотрю, у меня же все есть наподобие. Зачем мне такие тогда нужны? Вот эта джинсовая неплохая. Мама, сэф, и здесь вот такие классные. Но не по 20 евро. За 20 евро я куплю себе магазин некороший. Ой. Тут такая, ходить так плохо там. Загребешь все это. О, за 5 евро вот такое платье. Дома ходить. У него, кстати, хорошая эта фирма. Фирма. Веников не вяжет. Ликвидация. Ликвидируют это. Прямо это хбшное. Дома ходить. Дома ходить. Но я домой уже купила себе. Ладно, буду я подлякаться и смотреть, что тут и как. Будет что интересное, я вам заснимаю. Съездила на рынок. Купила себе вот такого медвежонка. На камере не видно, но он красивый. Вот смотрите. И колетико тоже к нему. Тоже медвежонок. Я на медвежатах сейчас помешана. Ну, типа тоус. Тут даже написано тоус. И тут тоус. Вот, камушки такие блестючие. Ну, так прикольно. Мне понравилось. Кстати, рынок вообще не очень. Фигня такая вообще. У нас на пляже намного лучше. То ли уже что. Да фиг его знает. Август еще. В принципе, рано. Лошади что-то у нас там бегают. В принципе, рано, что он там типа не это закрывается. Или что-то. Вообще рынок, да. У нас лошади по городу ходят. У вас ходят лошади по городу? Я ее слышу. Сейчас мы ее и увидим. Пипец. Вон она. Ферри. Видали, какой барон? Блин, гляньте, какое это место опарковочное. Блин. А я его... А я парковалась у его Кукуева. Знаете, такое место? У его Кукуева. Далеко очень. В общем, рынок так себе не очень. У нас на пляже он намного лучше. В прошлом году такой шикарный рынок был. Столько много всяких мест. А сейчас что-то фигня какая-то. Ну, зато съездила, как говорится, отвела душу. Вот, и это. Больше не поеду. Может быть, я ради приличия съезжу сюда на пляж и все. Коробочка прямо с Алиэкспресс очень даже красивая. Кому-нибудь вот так подарок подарить. Я как это все спрячу. Вот что-то вот это надо отобрать. Вот так прилично очень. Эти с игрушкой, гляньте, гляньте. С мячиком своим. Мячик у них. Видите, лапу кладет и все. Фиг у него отберешь. В общем, съездили душу, отвели до Ивана. Я сейчас пойду купаться в душ. И все, и спать. Спать хочу, не могу прям вот. Все, поспала вроде бы час-два. У меня всегда такое. Днем, если посплю, то все, пипец. Потом целыми днями хожу, как эта сонная муха. Завтра суббота. Завтра у меня одна, одна, две, четыре по записи и две постоянные. И кто еще придет без записи, без всего. То есть суббота. Работа будет. Ну и хорошо. Мне нужно заработать, потому что я хочу тебе купить в понедельник, я вам говорила уже, духовой шкаф. В Лидл привезут духовой шкаф небольшой. Я хочу себе купить его. Потому что моя духовка нагревается долго. Да, и большая, знаете, для... Там, для чтобы, для курицы, там, чтобы, ну, не знаю, быстренько сделать. Короче, ну, очень большая. Я хочу себе поменьше. И вот привезут туда, в Лидл. Там он, типа, с грилем, все дела. То есть гриль, знаете, такой вот, это, крутящийся. Вот, стоит 56 евро. Так что вот завтра мне... Ну, не только на гриль, но и еще на что-нибудь нужно заработать. Там еще засвет пришла накладная. Ну, не накладная, а счет. Короче, деньг-тук-давай. Ладно, пошла я купаться. Всем спасибо, что меня смотрите. Кто не подписался, подпишитесь. Ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока. До завтра.